Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Глобальная конкуренция» и я, ее ведущий, Эдуард Балдаков. Сегодня у нас в гостях Антон Котов, член приемной комиссии университетов Галион и Элиарош в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Антон, добро пожаловать. Антон, современная индустрия гостеприимства находится сейчас в начале очень турбулентного периода новой рецессии, нового глобального экономического кризиса. Какие тенденции, какие тренды мы сейчас видим? Что происходит в индустрии? Я бы хотел отметить, что не только индустрии гостеприимства, вообще весь мир и любой бизнес находится в неком непонятном состоянии, и сейчас как раз таки успех компаний зависит в первую очередь именно от того, насколько они действительно готовы к этим изменениям, насколько они готовы адаптироваться, насколько они действительно готовы меняться как из точки зрения своей какой-то концепции, может быть, своего бренда, также и с точки зрения того персонала, который непосредственно помогает все эти компании вести вперед, насколько те навыки, которыми они обладают, которые у них есть, действительно дают им возможность в новых экономических, в том числе, реалиях существовать. И поэтому изменения, связанные с какими-то структурой компании, насколько они изменяют эту структуру, что работа уже происходит, допустим, не в офисе, а в режиме онлайн, дистанционно, где-то в разных точках мира, где есть какие-то определенные, может быть, ограничения, связанные в том числе с передвижением в ту или иную точку. То есть все это как раз накладывает отпечатки, и как раз успех, он зависит именно от этого. И тенденции развития этих компаний будут зависеть именно в первую очередь от этого. То есть мы увидим индустрию гостеприимства после прохождения этого идеального шторма, экономического шторма кардинально измененной. В каких-то направлениях я уверен, что да. Потому что это сказывается на любых сферах. Как в сферах непосредственно, так скажем, традиционных направлениях бизнеса, те же самые отели, рестораны, они попадают под влияние, так или иначе. Но и плюс сферы и другого бизнеса, они в том числе в это во все вовлечены. И, конечно же, пускай может быть не сама картинка общая, или само представление о бренде, но тот подход, то видение какое-то, те бизнес-процессы, которые идут внутри компании, может быть, которые клиенту не видны на самом деле, они однозначно будут уже другими. Ну хорошо, давайте немножко поговорим о вузах, которые вы представляете. Вы готовите кадры для индустрии гостеприимства, а это основное средство производства, это основной ценностный фактор и фактор успеха в индустрии гостеприимства. В чем особенность ваших вузов? Ну, как раз-таки вот здесь, наверное, имеет смысл привязать даже не сколько к самим вузам, вот на данном этапе, да, это первая часть ответа на этот вопрос, а именно к тому, как этот мир меняется, почему он меняется, да, и какими навыками, какие вообще требования самого мира к людям, которые начинают либо свою карьеру, либо продолжают, либо хотят ее поменять, там и так далее, у каждого уже там своя история. И получается, что есть определенные какие-то драйверы, которые влияют вообще в принципе на все происходящее, да. Есть какие-то общие экономические тенденции, да, это одна сторона медали. Расскажите о них, вот как раз о драйверах. Вот, а вторая сторона медали, это вот как раз вот те самые драйверы, как в принципе мир меняется, да, потому что сейчас, ну, по нескольким, если из них пройтись, да, то есть люди же сейчас живут дольше, да, соответственно, как это сказывается на будущих специалистах, да, то есть мы все-таки смотрим наперед, потому что мы университеты, мы даем образование, соответственно, мы развиваем и индустрию, и развиваем людей в этом направлении, да, мы смотрим в будущее. И люди занимают свои места рабочие в том числе дольше. И, соответственно, молодым специалистам, которые сейчас выходят в этот мир, им нужно быть каким-то образом конкурентоспособными с ними, да, потому что вроде бы с одной стороны, казалось бы, люди уже себя зарекомендовавшие, почему молодые специалисты должны занимать их места, да. И здесь как раз включаются такие аспекты, как мультидисциплинарность, скажем, да, то есть сейчас недостаточно владеть чем-то одним, да, узкоспециализированным. Допустим, ну, возьмем, отвлеченную от индустрии гостеприимства, например, там, скажем, врачи, да, достаточно ли современному, успешному врачу разбираться только в медицине, скажем, да. Конечно же, нет. Конечно же, сейчас важны технологии, да, то есть так или иначе мы должны разбираться, там, пускай, может быть, на каком-то не самом глубоком уровне, но мы должны разбираться в технологиях. Это первый момент. Языки те же самые. Нужны ли языки? Конечно же, нужны, да, в первую очередь английский, например, да, потому что вся информация, которая сейчас новая в мире в этом появляется, ну, или большая ее часть, давайте так, она на английском языке. И если вы хотите идти в ногу со временем, вы должны иметь доступ к этой информации, да, а ждать, пока она будет кем-то когда-то переведена, ну, такого возможности просто нет. Соответственно, это тоже является обязательным критерием. То есть, вот эта мультидисциплинарность, знание языков, то, чтобы человек разбираться в технологиях, то есть, это один из таких важных ключей, да. При этом сами технологии, опять же, то есть, они сейчас развиваются, и, с одной стороны, они играют позитивную роль, они нам помогают на многих вещах, да, это все здорово. С другой стороны, есть, опять же, обратная сторона медали, что технологии, они забирают рабочие места, и будущие специалисты, они будут конкурировать не только с людьми, они будут конкурировать еще и с технологиями, точнее, они уже конкурируют, да, с технологиями. Уже появились отели, где нет персонала, где обслуживают клиенты. Абсолютно, абсолютно. То есть, вот эти технологии от самых каких-то элементарных вещей уже вплоть до, да, действительно того, что реальные, конкретные профессии уже просто замещаются, причем не просто технологические какие-то, прикрутил от винтила, да, механические профессии, а именно уже более такие человечные профессии начинают заменяться технологиями. И здесь, опять же, что важно, с одной стороны, мы, будучи людьми, обладаем, там, у нас есть эмоции, у нас есть, там, чувства, у нас есть, там, критическое мышление, скажем, да, эмоциональный интеллект, это все, безусловно, есть. Но мы не знаем, что произойдет там через 5-10 лет, потому что технологии сейчас развиваются очень большими темпами, потому что там еще 10 лет назад, вот, когда появлялся iPhone, да, первый, то есть для всех это была революция. А сейчас просто вот за небольшой достаточно период времени это совершенно уже, да, другая история, то есть мы совершенно уже в другом мире живем, мы совершенно по-другому уже воспринимаем эти вещи. И поэтому мы должны помнить о том, что вот развитие вот этих качеств, связанных с тем же самым эмоциональным интеллектом, то есть вот это живое людское общение, да, и вообще человечность, давайте это так обобщим назовем, она важна, потому что за счет развития этих технологий она, к сожалению, уходит на второй план сейчас, да, и оно утрачивается нами, к сожалению. И как раз таки поэтому оно и ценится компаниями, там, работодателями, успешным бизнесом сейчас на более высоком уровне. И одна из наших задач как раз таки в наших студентах, да, к вопросу о том, об уникальности, да. Какие специалисты вы готовите? Да, да, да. Одна из наших задач как раз заключается именно в том, чтобы не просто давать людям бизнес-образование, не то, чтобы не просто наших студентов в такой очень, такой теоретической части к этому готовить, а именно развивать в них вот эти все навыки, связанные с живым человеческим общением. Эмоциональный интеллект, креативное мышление, умение работать в команде, да, и так далее. Ну, так есть обобщенное понятие soft skills, да, но оно еще в более глубоком понимании здесь. То есть это не просто работа в команде, да, а это действительно очень тонкое чувство, да, своего партнера, собеседника, клиента, там, кого угодно. Здесь потому что можно уже не ставить абсолютно никаких рамок для нас, потому что в индустрии гостеприимства человек не разделяется на какие-то конкретные подкатегории, в этом смысле. Ну, чтобы быть более конкретным, Антон, вы представляете, действительно, ведущие вузы, которые готовят специалистов мирового уровня для индустрии гостеприимства. Какие требования сейчас предъявляются к высшим учебным заведениям? К бизнес-процессам, к учебному процессу, да, к опыту, который вы представляете для студентов? Более подробно можете рассказать об этом? Конечно. Ну, как раз-таки на основании всего вышесказанного, да, и требования у успешных университетов, они становятся более жесткими. И задача успешных университетов сейчас заключается не в том, чтобы люди приехали, условно говоря, начитались книжек, да, получили вот эту информацию, загрузили ее в свою голову, и дальше непонятно, что с этим делали. Задача университетов и нас, в первую очередь, да, в том числе, заключается в том, чтобы дать людям возможность развивать навыки именно на практике, именно делая что-то своими руками, да, именно... А как вы это делаете? Вы больше завязываете студентов на работодателей потенциальных, или создаете образовательный... И то, и другое. То есть, у нас сам академический процесс, он комбинированный. У нас в рамках программы есть и теория, и практика. То есть, у нас, поскольку, опять же, это индустрия гостеприимства, есть вещи взаимосвязанные с отельной, ресторанной, вот этой всей историей. И, соответственно, наши студенты, они прямо на кампусе имеют возможность проходить практические классы, связанные с кухней, с сервисом, там, housekeeping, rooms division, да, то есть, ну, вот эти все понятия, да, отельерные. Опять же, задача не заключается в том, чтобы сделать из них поваров или отельеров. Задача заключается именно в том, чтобы через эти классы они узнавали основы бизнеса. Потому что это не просто кулинария, это бизнес-процессы, это логистика, по сути. Конечно, современный технологический процесс. Конечно, как что все выстраивается. Плюс за счет этого они вот эти навыки имеют возможность себе вырабатывать. Умение работать в международной команде важно, безусловно, важно, да, потому что и мир, и сейчас очень тесно связан, да, все люди между собой. И как раз этот международный опыт, он критический сейчас, критичный, важно, да. Плюс все вот эти вещи, которые связаны с живым, как я уже сказал, человеческим общением, то есть все это как раз завязано на этих практических занятиях. И через это они проходят и уже совершенно по-другому меняются они даже, да, в каком-то смысле, в хорошем смысле меняются. Они уже приобретают вот этот стержень определенный. Вот, а работодатели, это как следующий этап, да, это уже возможность закрепить все вот эти знания и навыки, которые они получили у нас на кампусе, уже в реальных профессиональных условиях, да, потому что все мы с вами знаем такую, ну, не знаю, как это, поговорка или высказывание, да, что меня не берут на работу, потому что у меня нет опыта, а нет опыта, потому что меня не берут на работу. Вот в нашем случае для наших студентов это не актуально, потому что у них в процессе учебы уже заложен профессиональный опыт, уже заложена работа в крупных международных компаниях, связанных с индустрией гостеприимства. Причем спектр их абсолютно разный. Это могут быть как ательеры, это могут быть как и люксовые бренды, да, то, о чем мы говорили. Это могут быть и авиакомпании, которые также к нам приезжают, нанимают наших студентов. К нам стали приезжать такие компании, как Apple, как Tesla, потому что они заинтересованы в наших студентах именно потому, что они понимают… Вот и экспертизы, связанные с приобретением опыта. Абсолютно. Они понимают, что наши студенты – это подготовленные профессионалы именно с этой экспертизой в живых человеческих отношениях. Антон, очень интересно. Мы, наверное, в второй части больше поговорим как раз про приобретенный опыт и те требования, которые проявляют студенты к программам обучения в ваших университетах. Но сделаем это после небольшой паузы. Уважаемые телезрители, рекламная пауза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Еще раз здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы продолжаем программу «Глобальная конкуренция». И у нас в гостях Антон Котов, член приемной комиссии университетов Глеон и Лерош в Восточной Европе и Центральной Азии. Антон, в первой части передачи мы говорили о индустрии гостеприимства, о трендах и тенденциях, которые происходят сейчас в вашей индустрии. Немножко поговорим про другой аспект, связанный с подготовкой кадров для этой индустрии. Студенты, абитуриенты, почему выбирают ваши вузы? Очень хороший вопрос, потому что действительно сейчас, даже если мы говорим про университет, рынок тоже перенасыщен. И студенты очень щепетильно и тщательно подходят к своему выбору. И они действительно хотят получить от своего будущего образования максимум возможностей, которые открываются перед ними. Потому что для них, и для родителей, и для самих студентов в том числе, это именно инвестиция в свое будущее. То есть это не образование ради образования, ради галочки, что у меня там есть корочка, есть высшее образование, а это именно некая инвестиция, которая потом может быть во что-то конвертирована. И поэтому они, конечно же, обращают внимание на много разных аспектов. Во-первых, они, безусловно, как и любой человек, когда открывают, давайте так условно назовем, каталог или возможности, которые появляются в этом мире в плане университетов, они смотрят на репутацию, на рейтинги, они смотрят на аккредитацию учебных заведений. Ваш хузов. Есть аккредитация? Да, здесь, конечно же, нужно сказать, что Иглион или Рош на сегодняшний день входят в топ-3 университетов в мире в индустрии гостеприимства. То есть это, причем для нас, что важно, это именно репутация среди работодателей. То есть есть такая рейтинговая компания QS, которая ежегодно эти рейтинги выпускает. И вот буквально недавно обновились рейтинги, и мы остались в том же самом топ-3. И для нас это очень хороший показатель, потому что мы видим, что та модель, которая существует в университетах, она действительно себя успешно показывает. Потому что компания работодателей действительно наших студентов ценит на очень высоком уровне, что показывает рейтинги. Плюс аккредитация, безусловно, выбирая любое учебное заведение, вы должны понимать, что оно аккредитовано, потому что аккредитация – это не просто красивое слово, а это некие стандарты, которые есть в университете, и которые не просто соблюдаются, а еще кем-то контролируются, сторонним каким-то органом. И в нашем случае мы и аккредитацией нашей тоже гордимся, потому что это американская аккредитация NASH, это New England Commission of Higher Education. Это аккредитующий орган, который аккредитует университеты в Соединенных Штатах, в регионе Новой Англии, куда попадают такие вузы, как Гарвард, Ель, MIT. Но за пределами штатов тоже они имеют возможность аккредитовывать университеты, и мы гордимся быть частью их системы, их структуры. То есть для наших студентов это говорит о том, что выбирая образование в наших университетах, они действительно получают определенного высокого, причем, как мы уже можем видеть, уровня образования, связанного и с академическими программами, и вообще со студенческим преподавательским составом, и вплоть до всех ресурсов, которые есть в университете, и вплоть до финансового положения вуза, что тоже немаловажно, особенно в текущих экономических реалиях. Конечно, конечно. Ну и, конечно же, помимо всего прочего, они смотрят на саму модель образования. И вот та прикладная часть, о которой мы говорили, что есть комбинация и теории, и практики, и возможность получения профессионального опыта, это, конечно же, безусловно, один из таких важнейших критериев, по которым выбирает студент. Вы отвечаете за регион Восточной Европы и Центральной Азии. Нет недостатков в абитуриентах? Что происходит сейчас с рынком СНГ и Восточной Европы и Центральной Азии? Этот рынок, на самом деле, очень интересный. И, в первую очередь, потому что этот рынок очень многонациональный даже. Потому что, например, категорию Восточной Европы и Центральной Азии у меня попадает, ну как не огромное, но большое количество стран, начиная от России, Украины, Белоруссии, заканчивая уже Центральной Азией, именно Казахстан, Узбекистан, какие-то страны Кавказа в том числе, Армения и так далее. То есть, как мы можем видеть, даже в рамках России это очень многонациональная страна. И каждый регион, он друг от друга, на самом деле, очень сильно отличается. Потому что я, в частности, путешествую по региону, я очень много посещаю и школ, и университетов, в том числе, с какими-то лекциями, семинарами. И я вижу абсолютно разных людей, детей, студентов, абитуриентов, абитуриентов, потому что у них разное вообще абсолютно восприятие этого мира. Где-то они более открытые, где-то более замкнутые. И моя задача как раз заключается в том, чтобы дать им возможность немножечко открыться и посмотреть на мир более широкими глазами, если можно так выразиться. Что он не ограничивается только конкретно их регионам, конкретно их городам, может быть, школой, где они учатся и так далее. И разница как раз именно в этом и заключается. Какие-то традиции, которые уже сложились в том или ином регионе. Какие-то тенденции, которые сейчас, опять же, существуют в том или ином регионе. Все это, безусловно, отражается на самих студентах, и это видно. И если мы сравниваем наших студентов, например, со студентами Европы, то мы видим в наших студентах, на самом деле, достаточно большой потенциал. Потому что они еще пока на этапе как раз такого становления своего. То есть многие вещи им еще не так очевидны и не так органичны. И многие вещи мы пытаемся до них как раз-таки донести. И мы видим, как они трансформируются. Мы видим, когда они, приезжая к нам на кампусы, приезжают одними людьми, а уже в процессе своей учебы, спустя семестр, два, три и так далее, я сам лично посещаю кампусы в разных наших странах, я вижу, насколько эти люди меняются, причем в хорошем именно смысле меняются. Антон, мне кажется, это очень интересная тема. То, что касается некого анализа или наблюдений абитуриентов из России и стран СНГ по отношению к своим сверстникам из других стран мира, из других регионов. Какими особенностями обладает наша молодежь? Это же традиционно, если честно, индустрия гостеприимства не воспринимается, по крайней мере, для нашего поколения, как привлекательный работодатель. То есть мы знаем, что отели, рестораны имеют свои особенности. И у нас традиционно, например, в российской бизнес-культуре. Это имеет такой не очень иногда положительный оттенок. Хотя в последнее время мы видим бум, например, в Москве и Санкт-Петербурге на рынке индустрии гостеприимства, конкретно в ресторанном бизнесе. Вот то же касается молодежи, абитуриентов, которые сейчас выбирают для себя профессию будущего. В чем особенность российских потребителей, российских студентов? Особенность, наверное, как раз и заключается в том, именно молодого поколения, что они не видят эту индустрию гостеприимства как обслуживающую ее некую сферу. Они видят в ней намного больше возможностей. И в отличие как раз-таки от студентов и тех же самых европейцев, на мой взгляд, возможно, я где-то ошибаюсь, но я делаю именно свою какую-то оценку, потому что я в регионе нахожусь достаточно большое количество времени, они в каком-то смысле более амбициозные и они более, может быть, даже креативные. Потому что в европейском понимании, как правило, студенты, которые идут учиться к нам, у них скорее есть уже четкая какая-то установленная стратегия, может быть, предложение даже какого-то семейного вполне себе бизнеса, либо уже есть четкое понимание своей карьерной лестницы и так далее. В нашем случае ребята подходят, ну и не только, кстати говоря, ребята, потому что у нас программы для разных категорий студентов, это могут быть уже и состоявшиеся вполне взрослые люди, которые на каком-то этапе решили изменить свою карьеру. Они подходят к этому вопросу более креативно, они, опять же, стремятся получить то, к чему у них какое-то время назад, например, еще не было доступа. Они пытаются таким образом расширить для себя вот эти рамки, расширить для себя границы. Расскажите про историю успеха. Всем нам очень интересно, выпускники ваших университетов работают в ведущих компаниях. Есть ли какие-то такие успешные кейсы, связанные как раз с выходцами из России? Есть таких кейсов, на самом деле, достаточно много, и они все очень разнообразные. Потому что, опять же, когда меня просят какую-то статистику предоставить, родители обычно говорят, а предоставьте нам некую статистику. Это логично, это нормально, я бы, наверное, такой же вопрос всегда задавал. Но я пытаюсь всегда донести, что в нашей сфере, в нашей индустрии статистика не работает. Она есть, безусловно. Я могу сказать, что 90% наших студентов на момент окончания имеют 2-3 предложения по работе уже. То есть не после, а уже на момент окончания. Но не нужно забывать, что каждый случай индивидуальный, у каждого какие-то свои цели, у каждого какая-то своя предыстория в том числе. И мы видим своих студентов, развивающихся абсолютно в различных направлениях. То есть кто-то идет по традиционному направлению индустрии, идет в отеле, начинает строить свою карьеру там. Начиная от каких-то позиций ассистент, то есть как ассистент, заканчивая уже потом позициями генеральных управляющих и так далее. Есть ребята, которые полностью по-другому на это все смотрят и открывают свой бизнес. И этот бизнес может даже связан быть с отелем. Один из примеров, когда у нас студент, он открыл свой собственный отель. Но сам подход, он очень креативный. То есть у него картинная галерея при отеле, у него там художественные резиденции. Он в принципе через этот отель, для него это скорее некая такая операционная составляющая, которая генерирует доход. Но он скорее реализовывает свое внутреннее какое-то и креативное начало. Потому что в нашем понимании индустрии гостеприимства это не просто про бизнес. Это еще и про возможность реализации своего какого-то внутреннего потенциала, креативного потенциала в том числе. И поэтому те направления, где мы студентов наших в дальнейшем уже встречаем, они совершенно в разных сферах, совершенно в разных, кстати говоря, и странах в том числе. Потому что студенты стремятся получить опыт в разных направлениях, в разных странах. Но я честно могу сказать, что появляется сейчас такая тенденция, что студенты, видя не совсем еще развитую индустрию гостеприимства в нашем регионе, многие из них стремятся, получив этот опыт, вернуться и на своем каком-то уже уровне стремиться эту индустрию развивать. Мы все заинтересованы в том, чтобы выпускники ваших вузов возвращались к себе на родину, создавали лучшие в мире отели, рестораны, развивали индустрию гостеприимства. Нас смотрит большое количество молодежи, молодых потенциальных абитуриентов, в том числе и ваших университетов. Можете дать им три рекомендации с точки зрения поступления в ведущие вузы мира? Три, конечно, это сложно, потому что рекомендаций их огромное количество. А я все-таки попытаюсь ограничиться чем-то. Здесь что важно? Во-первых, вне зависимости от того, где вы дальше планируете свою карьеру. Потому что для многих восприятие международной карьеры – это уехать куда-то. На самом деле это не так. Вы можете строить свою международную карьеру где угодно, потому что здесь больше зависит именно от вашего мировосприятия. Поэтому я бы, наверное, рекомендовал в первую очередь заниматься саморазвитием в языковом плане. Потому что языки играют сейчас огромную роль. Более того, безусловно, есть английский язык, который является базовым. Но в любом случае, чем больше языков вы знаете, тем больше возможности у вас скрывается. Я не помню, кто это сказал, но есть такое выражение, что каждый язык – это вы в каком-то новом исполнении определенном. Это сказал Витгельштейн, и фраза звучит следующим образом. «Граница моего мира, граница моего языка». Есть разные интерпретации, поэтому я специально не стал никого цитировать. Да, но абсолютно верно. Это действительно разные возможности для будущих студентов. И один из таких важных критериев, и я всегда говорю, что залог вашего будущего успеха – это именно открытость. Чего нам сейчас как раз очень, мне кажется, не хватает. Это ваша открытость именно этому миру. Без какой-то конкретики. Вот просто вы должны понимать, что мы живем в очень большом, но на самом деле в очень маленьком мире. И мы очень все тесно взаимосвязаны между собой. И вот эта открытость, она как раз является ключом к успеху. Замечательно. Антон, хочу искренне поблагодарить вас за интересный рассказ, за погружение в индустрию гостеприимства. Хочу пожелать успехов на вашем поприще, подготовке кадров для ведущих игроков на рынке гостеприимства. И хочу пожелать действительно успехов в подборе лучших абитуриентов на программы обучения. Спасибо, Эдуард. Спасибо. Уважаемые телезрители, программа «Глобальная конкуренция» подошла к концу. Вел передачу Эдуард Балдаков. В гостях у нас был Антон Котов, член приемной комиссии университетов Галеон и Лерош в Восточной Европе и Центральной Азии. До свидания. До новых встреч в эфире.